Погода, установившаяся на Брещене, больше всего, вероятно, радует любителей зимней рыбалки. Морозов они всегда ждут с нетерпением, ведь водоемы должны быть скованы льдом. Такое хобби само по себе даже похвально, однако стоит учесть рекомендации специалистов и не бежать за уловом по тонкому или непрочному льду. Согласно правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, запрещается выход на лед, пока его толщина не будет 7 сантиметров и более. Но это при условии хорошей морозной погоды. В наших условиях Брестской области такие погодные условия очень редки и продолжительность холодного периода будет незначительна, поэтому лед будет очень опасен. Человек без специальной экипировки может продержаться в холодной воде порядка пяти минут. К сожалению, далеко не всегда этого времени хватает, чтобы кто-то успел прийти на помощь. К тому же сам процесс спасения сопряжен с огромным риском для всех его участников, а потому рыбаки должны заранее максимально позаботиться о своей безопасности. Рыбак все-таки должен подумать о своей жизни. Для этого он должен иметь, во-первых, веревку не менее 20-25 метров. Так, одеваем, так, 20-25 метров для того, чтобы в случае опасности, если он провалился под лед, он мог кому-то кинуть этот конец веревки для его спасения. Для того, чтобы провалившийся рыбак мог некоторое время продержаться в воде, пока его не спасут, желательно ему иметь спасательный жилет. Каждый рыбак, особенно те, кто рыбачит вдали от спасателей, когда вся надежда только на него самого, должен иметь так называемые спасалки, которые помогут ему в случае необходимости, провалившись в полыню, выбраться на лед и уйти от опасного места. Стоки заводов и ферм, береговая линия, заросли камыша и тростника, скопления снега – все это опасные места, которые стоит обойти стороной, даже если в целом лед на водоеме толще 7 сантиметров. И еще один важный момент. Нередко толщину льда любят проверять маленькие дети и подростки, которые не осознают все риски в полной мере. А потому, если вы стали свидетелем игры ребят на неокрепшем льду или у воды, не проходите мимо, проявите бдительность.